Всем здравствуйте, это Политбюро, я Александр Шелест и с нами Марк Фейгин. Марк Захарович, здравствуйте. Очень профессиональный вопрос к вам, потому что мы как правозащитник наверняка изучали 128, может уже даже больше, персон, которые в российском аналоге миротворца появились. И очень интересно и примечательно, что эти персоны, часть из них украинцы, Маша Ефросинина, певец Макс Барских, определенные разные люди, и часть российских граждан. Причем есть такие, которые помечены желтеньким предателем и красненьким враг. Что происходит в Российской Федерации, Марк Захарович? Ну, вы знаете, это в принципе как бы не новое все, потому что все-таки сайт Миротворец, я знаком с его руководством, с его авторами, они все-таки другие задачи немного ставят, они очень, что ли, практические. То есть, все-таки исходя из этого сайта, принимаются решения, например, о допуске в страну или нет, но так было до войны. И, ну, то есть, в этом есть какая-то поддержка со стороны госорганов. Вот проекты подобного рода в России, при том, что там уже наступил ад настоящий, с пятой колонны, с нацепредателем и так далее. Но это все больше такая пропагандистская история. То есть, конечно, в этом есть элемент Миротворца тоже определенной публичности, да, но все-таки это не сам государственный проект, но государственные службы вообще этот сайт изучают. Да, во всяком случае, погранслужбы Украина уж точно знает, куда надо смотреть, чтобы понять, с кем она имеет дело на границе. Я думаю, что там есть эта коммуникация. Вот. Что касается таких проектов в России, он далеко не один. Ну, может быть, они сейчас пытаются как-то что-то агрегировать. Вот. Но я видел вот у Бабченко, например, там, у других об этом информацию. Но я еще раз хочу причерпнуть, что нужно понимать, что это все служит пропагандистским исключительно целям. Пропагандистским целям. И да, будет ли в этом содержание последующие действий каких-то там органов власти. В РФ может такое быть, да. Но это все-таки не главное в том, чем будут руководствоваться органы власти Российской Федерации. Правоохранительные или пограничные или так далее. То есть, Москве важно сейчас создавать ту же атмосферу ненависти. Она ее и раньше была. Но сейчас с большим размахом, может быть. Потому что многие вещи же неуклюжие. Всякое вторичное повторение, да, оно же всегда неуклюжее. Ну, если вы хотите по подобию миротворца сделать, у вас все равно не получится. Потому что никто не будет этих лиц вносить в санкционные списки. А вот многие из тех, ну, публично, конечно, лиц миротворца, они в санкционные списки уже попали. То есть, эти рестрикции, ограничения, всякого рода преследования, они уже носят легальный характер в той же Европе или в Америке. Потому что пугать Макса Барских, который живет, как я понимаю, где-то в Лос-Анджелесе, занимается творчеством, недопуском в Россию, по-моему, ему это глубоко-глубоко фиолетово, понимаете. Ему-то может быть, а вот Юрию Дудю... Ну, я повторяю, из этого не будет. Юрий Дудю тоже вне пределов Российской Федерации находится. Говорят, он где-то в Барселоне. Я точно не знаю, но думаю, что, не исключая, что это так. Юрию Дудю опасно в России находиться не потому, что он попал в какие-то вот эти пропагандистские листы, плейлисты, да, или там, я не знаю, как их лучше назвать. Вот, а потому что, в принципе, в России началась другая жизнь, тоталитарная, при которой, собственно говоря, любые решения, которые принимает власть в отношении нацепредателей, Путин заявил о пятой колонии, фактически охоту на нее объявил. Мы такое переживали в России, в СССР переживали, мы это увидели, да, в советские годы и так далее. Как бы в этом смысле ничего нового нет. Людей будут преследовать, в бою будут сажать, людей будут не выпускать. Но те, кто спасся, те, кто уже уехал, что называется, то им это все абсолютно безразлично, даже Юрию Дудю. Я бы сказал, что по существу здесь решающим является, повторяю, вот это пропагандистские элементы. Надо показать, что мы теперь реестр этих нацепредателей введем, вот официально почти. Ну, по этому уровню пропагандистского. Вот и все. Опасения эти, они не больше, чем зато возбудят по 207.3. Статью это вот о фейках до 15 лет по поводу отрицания спецоперации, признания ее войной. Вот эта разменная статья, которая была введена совсем недавно. Но сейчас они сыпятся, как из рога изобилия. Все эти карательные меры, ужесточения разного рода. Поэтому, честно говоря, это мало что прибавляет. Я бы так выразился. Скажите, пожалуйста, Марк Захарович. Ну, я понимаю, что список очень длинный. И там о каждом поговорить не получится. Но, как бы, за что травят Максима Галкина? Ну, они все выступили против войны. Все эти люди выступили против войны. Понимаете, как для них болезненно, когда вот такие люди выступают против войны. Или тот же Ургант. Ведь они же, как бы, считаются обласканные. Путин не раз говорил, что враги-то враги. Мы можем их даже уважать врагов. А вот предателей. Это те, кому мы что-то дали. Мы чем-то обиходили. А эти люди все очень богаты. И эти богатства получили от именно Кремля. Ну, от власти. Я бы так сказал. Ну, уж Ургант точно. Он имеет многомиллионные контракты, как телезвезда. Ну, понятно, что его шоу не совсем политическое. Оно совсем не политическое. И он занимался совершенно другими вещами. Но до последнего времени он же игнорировал тот факт, что в России диктатура и так далее. Он занимался своим. Он мог как бы отстраниться от происходящего. А теперь пришлось, видите, война, новые условия. И уехать в Израиль. Это болезненно очень для власти. Потому что они считали, что уж этих-то мы прикормили. Вот этих-то мы превратили в своих совсем уже в доску. Они будут просто поддерживать все, что делают власти. Как этот дурачок Басков. Или там Газманов и тому подобное. А выяснилось, нет, это совсем не так. Вот они как бы и про другое. Им это вот такое неинтересно. Вот до такой степени доходить. Закрываться, изолироваться внутри России. Чтобы что? Чтобы поддерживать Путина и все его безумства? Выяснилось, что нет. И поэтому вот по отношению к этой категории особая болезненность. Особая болезнь, потому что они предатели. Да, и вот еще один момент. Вот давайте, чтобы для баланса, да, журналистского. Андреева, в Астанкинской школе телевидения, вот уже есть, гуляет в сети это видео, как она характеризует Овсянникову. Да, да, да. Она уничтожает ее словом, мол, люди работали, вот они и забудут, придут забвение. Ну, в общем, очень критично высказалось об этом инциденте. Впервые, получается, прокомментировав суть, не просто там стой, как скала и йога, а вот суть произошедшего для коллег, обучающихся в Астанкинской школе журналистики. Это вот одна история, которую я хочу, чтобы вы прокомментировали. А вторая, и, наверное, очень-очень важная, это Тина Канделаки, поступавшая на позоре Лужника. Ну, понимаете как, вот тоже, ну, это Андреева, это шкура известная, вот, это, ну, даже эти-то, вот эти Канделаки, всякие Андреевы, вы удивите, ну, у них же у всех в кармане второй паспорт. Они же все такие же, просто, ну, это для них работа, деньги, они получают гигантские деньги, вот, казалось бы, ведущая, а у нее контракты многомиллионные. И они такие, не потому, что она такая талантливая, или там свои 60 лет такая обаятельная и так далее. Нет, 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 это потому, что она близка власти, обласкана. Это для нее тоже бизнес, потому что, если кто-то думает, что они там готовы за Путина помереть, ну, это очень сильно ошибается. Очень сильно ошибается. Нет, они не готовы ни к чему в этом смысле. То есть, они, конечно, будут делать все, что им надо, пока им платят деньги. Никакой там идейности не ищите. Они просто отрабатывают, делают свой книгсен в сторону власти, потому что, ну, вот так они решили продолжать. Так ведь мы видим, что все они, вот эти Агалаковы, которые уволились и так далее, они же долгие годы спокойно работали, но в какой-то момент почувствовали, что нужно спрыгивать, как бы не оказаться под санкционными списками или чем-то подобным. Потому что они же видят, что уже невод загребает сильнее. Раньше это были чиновники, силовики, какие-то преступники режима. А сейчас уже пошли пропагандисты. Вот чтобы не оказаться в этом во всем, они решили спрыгнуть. Ну, а эти-то уже считают, что они спрыгнули. Потому что у них в кармане и деньги счета за границу. У этой Андрея, муж десятый там или какой он, у него же не странница, черногорица. Я боюсь соврать. Я не слежу за личной жизнью подобных лиц. Они же все прекрасно понимают, куда и как спрыгивать. Конечно, конечно. Эти люди прекрасно осознают, в какую сторону бежать подальше от возможных на себя, чтобы навлечь преследований и так далее. Они бегут на Запад. Они живут там на Запад. Они вахтовым методом в России просто зарабатывают деньги. Кандалаки вообще родилась в Грузии. Понимаете? Она имеет право на грузинское гражданство. Я подозреваю, что паспорт у него грузинский есть. И поэтому ведет она себя так в уверенности, что если что, то она-то уж точно спрыгнет с этого. Я не верю в чистоплотность и искренность ни одного из них. Именно пропагандистов. Понимаете? Нет там никакой идейности. Никогда не было. Эти люди до того, как снюхаться с властью, были одними, потом стали другими. И тот же Соловьев, например. Ну, вот классический же пример. Ну, сейчас он обвешан санкциями, замороженным имуществом и так далее. Он начинал в 90-х годах. Чистый мошенник. Чистый мошенник. Да? Вот прям беспримесный мошенник. Который, значит, попал на телевидение правдами-неправдами. Уж не знаю как. Бездарь. Начинал как абсолютный бездарь. Но он нашел свою ипостась. Именно как пропагандист. Вот не как журналист, а именно пропагандист. Но как журналист, это пустое место. А как пропагандист, ну да, он по-своему, да, он вполне себе соответствует. С визгом, с идиотизмом, значит, с вот этой фанатичной убежденностью в попытке всех других убить. Ну, по сути-то, понимаете, по сути-то, это ничтожество просто, абсолютное ничтожество. Ничтожество хотя бы уже в том, что он менял эти взгляды как перчатки в зависимости от наполнения кошелька. Более того, одновременно он и еврей, он еще и православный русский. А потом, не пойми, фамилия одна, то ли другая. То он, значит, у стены плачет, то он в проруби крестится, значит, к крещению. Ну, вот как можно этот человек, который вот настолько низок, менять все, что хочешь, понимаете? Хоть нацию, хоть веру, хоть политические взгляды. Ну, они все такие. Скажите, пожалуйста, в завершении о подобном времени, да, которое срывает маски, я хотел финальный вопрос вам задать по поводу того, кого бы вы из них защищали, ну, в случае смены режима, именно как профессионал, вот из всех там, перечисленных или не перечисленных. С кем бы вы работали? Я хотел вот именно этот вопрос задать. Но вы так увели в сторону там пропагандистов, поэтому дополнительно еще будет вопрос про Гордона. Видели ли вы его обращение к эвакуирующимся, о фильтрационном лагере в Таганроге? И как вы оцениваете моральное право говорить Гордону о людях, которые бегут, условно, из Мариуполя? Я вот этого заявления Гордона не видел, но это Гордон Дмитрий имеется в виду. Да, да. Потому что есть еще российский. Я его, к сожалению, это заявление не видел, поэтому не могу прокомментировать. Что касается защиты, я с защитой закончил. Меня лишили статуса 18-го года. Понятно, что я при смене обстоятельств тут же немедленно вернул свой статус. Мне статус отняли по формальному основанию за то, что я назвал сторонников Кремля кремлевские подхуяшки. Вот за одно это слово. Понятно, что я и до этого не воздержан был на характеристики. Я считал себя в праве своем. Я свое право никому никогда не передавал на то, чтобы иметь личное мнение. Ни адвокатуре, ни Кремлю, ни Путину, никому бы то ни было. Понятно, что меня за другое лишили. За то, что я всю свою жизнь в оппозиции к этой власти. Поэтому я бы никого не защищал. Я бы судил с удовольствием. Я больше никогда не вернусь в защиту. Я бы судил. Вот судьей, вы знаете, это меня больше соблазняет. А здесь момент такой. Судьей или прокурором? Нет, ну прокурор это обвинитель. Он поддерживает обвинение. В суде он сторона состязательного процесса. Я судил. Знаете, я бы сроки наносить казни. Вот это ко мне сейчас. Потому что, вы понимаете, долгие годы считалось, что мы должны демонстрировать гуманность. Мы не должны быть такими, как они. Моё глубочайшее убеждение, что это не так. Это заблуждение страшнейшее. Оно ведёт к повторению этого всего в русской истории. Вот если бы после коммунизма его падение наказали бы всех к тому моменту. Помимо политического руководства, которое вроде как попытались в виде ГКЧП наказать. Там запретили партию. Ну понятно, что всё это рассыпалось. Всё вернулось на круги своя. Судьи наказали советских. Советских сотрудников КГБ. Может вот всего того, что мы сейчас переживаем, и бы не было. И я считаю, что если даст Бог удастся избавиться от путинизма, то главной целью, ещё раз повторяю, не просто должно быть там переучреждение России. Это понятно. Наказание. Вот без этого мы дальше двигаться не сможем. Это должно быть чудовищное, жестокое наказание. Так, чтобы больше не повадно никогда было это повторять. Никогда. Избавиться от всего этого наследства раз и навсегда. Другого способа человечество не придумало, кроме как возмездие, наказание. При котором соблазн. А давайте мы снова вот так поступим. Давайте мы вот много народу набьём. Будем угрожать всему миру ядерным оружием. Создадим полицейское государство, которое постепенно превратится в концлагерь. Дадим спецслужбам особую власть, которую они захватят всю. От её части всю. Потому, что у нас все спецслужбы, вся власть и спецслужбы. Вот, чтобы этого не повторилось, нужно жестоко, подчёркиваю, жестоко наказать всех за то, что они совершили. Понимаете? За детишек в роддомах погибших. За, значит, уничтожение свобод. За разворовывание всей страны. Что, по-моему, очевидно для всех. И так далее, и так далее. И тогда будущее поколение будет говорить. Нет, нет, вы что? Мы и так никогда не поступим. Если бы не расстрелять Чаушеску с его женой. Кто-то может сейчас сказать, ой, какое чудовищное злодейство. Человек, который сам выходит из спецслужб, кстати, Чаушеска. Мало кто помнит. Который сам. По локоти или по шею в крови. Вот это давлеет над румынским, например, обществом очень сильно. Очень сильно. Там точно не будет никакой диктатуры, повторяющей то, что было десятилетие советских лет диктатуры Чаушеска. Потому, что все будут помнить, как заканчивает диктатор. Вот если бы у нас случилось так, благодаря проведению, что нам бы удалось убить диктатора и всех его пресных. Судовым, неважно, скорым, быстрым, правым. Вот мне кажется, что это прививка была бы на столетие вперед. Никто бы не захотел этого опыта повторить. Потому, что над ними, над всеми бы это висело. Публичная казнь диктатора, мне кажется, это очень важный элемент новой России. Так что судейская мантия мне больше подходит. Благодарю вас. Это было Политбюро. Спасибо нашим подписчикам за то, что вы комментируете. И вместе с Политекой онлайн выбираете и канал Политбюро. Для того, чтобы с нашими экспертами посмотреть на мир, попробовать посмотреть на мир их глазами. Мы находимся в Украине. Мы работаем, несмотря ни на что. И призываем беречь друг друга. Беречь друг друга и выставить. Это непросто, но это сейчас очень и очень важно. До скорого и обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»